Всем привет. Ужас. 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 Сегодня все. Пятница у нас. Последний день. Сейчас отработаю. Я вчера выбила или добилась. Ну как. Мне огромных усилий это не надо было прикладывать. Мне вообще сегодня с 8 до 12 надо работать было. Я когда уходила, с которой я сегодня работаю, я говорю, может мне в 7 прийти? Говорю, с 7 до часу. Она говорит, да, лучше приди, потому что этого нашего начальника сегодня не будет. У нас сегодня выходной. Говорит, приходи, говорит, в 7. Я такая потом встаю, думаю, может мне вообще лучше с 6 до 10. Вообще же классно. У меня часа я ладене, они еще будут свободны. И я такая говорю, я могу и в 6 прийти. Мне все равно, когда детей от них оставлять или с 6. Я говорю, с 6 даже еще лучше. С 6 до 10. Потому что, я говорю, они пока проснутся, и потом всего лишь там пару часов, и я уже приду. Ну, если в 8 проснуться, через 2 часа я уже приду. Она говорит, можешь? Я говорю, да. Ой, давай тогда приходи, говорит, еще. Ну, вот сегодня приду, поэтому хорошо, что я только до 10. Приду домой и начну сразу паковать. С упаковывать чемодана. И потому что завтра я хочу еще убраться. Я не знаю, кто как, но я не могу уезжать из дома, если дома не убрано. И мне должно прям генерально чисто быть все. Гениально чисто. Потому что я не люблю приезжать откуда-то. Вот даже если мы на 2 дня там куда-то, даже если на день уезжаем. Чтобы все чистенько было. Когда приходишь домой, чтобы было чисто, когда поюшно. И вот поэтому в субботу я хочу все-все-все убраться в доме. А сегодня все запаковать. И все. Ну, уже одна. Стоит. Все. Потом переключимся. Все, я отработала. Отпуск. Я так рада, вы не представляете. Вообще. Вообще, я такая рада. Классно, блин. Все. У нас еще одна, которая сейчас на кассе, она сидит. Но есть один до двух. Ну, молодец, обрезал мне. И это. Тоже счастливая. Ей, правда, еще 4 часа работает, наверное, если не больше. Да, 4. И я ей говорю, давай. Я говорю, можешь, увидимся. Она тоже в Турции летит. И начальник пришел. У него сегодня вообще выходной. Но он пришел. Я ему тоже уж, хорошее у него. Тоже настроение отлично. Тоже в отпуск идет. Правда, он никуда не едет, не уезжает. Но рад, что у него две недели отписка. Так что, все, отработало. Теперь Славе еще надо 4 часа. Он еще доработает. И тоже отпуск. Все. Теперь мне надо чемоданы. Чемоданы, чемоданы, чемоданы. Это моя коллега по работе. Она, они 8 августа уезжают. У нее еще время есть. В среду только. Мы уже воскресенье уезжаем. И они на 2 недели, а мы только на 10 дней. Главное, чтобы хорошо долететь, приземлиться и туда, и обратно. Жара! Время 10 утра. У нас уже 30 градусов. Нормально, да? Ну, ничего. Не будет такой шок, когда туда, в Турцию приедем. Там, думаю, еще будет жарче. Сейчас вам что-то расскажу. Вчера вечером, после обеда, мы пошли еще раз в этот бассейн искупаться. И замой вышел, и в кустах увидал маленькую кошечку. Говорит, ой, мама, говорит, смотри, там маленькая кошечка. И эта кошечка, такая рыженькая, такая хорошенькая кошечка была. Она до утра. Мы на террасе, девки, мальчишки положили, там, одеялко, подушку положили. Они весь вечер были ею заняты. Она и на славу запрыгнула, и это самое. И она всю ночь у нас на террасе, перед дверью. Я не знала, может, она кому-то принадлежит. Думали, может, если будем это, дети легли на пол, на это, положили матрас перед дверью. Вот, короче, терраса, двери террасы на улицу. И вот она с той стороны, и с этой стороны лег. И Замуэль тоже рядом. И они лежали вот так вот, она на них, они на нее смотрели, пока не уснули. Очень поздно уснули. Нам слова не давали сказать. Мама, она спит тихо, 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 потому что мы дверь так вот откинули, чтобы проветривалось. И это, и она не мяукала ничего. Вот она просто на них сидела, смотрела. Я говорю, она сто процентов кому-то принадлежит. Просто ушла, может, заблудилась или что. И, короче, они сидели, они ее пить поставили, кушать вынесли, поставили. И она это, и она все время была. Утром я в два часа вставала в туалет. Она сидит вот так вот и смотрит. Смотрит прям в окошко с такими глазками. И мы, смыслом, сказали, мы сейчас не можем ее к себе забрать в дом. Мы же уезжаем. Потом куда ее, короче, ну? Короче, она это просидела на улице, тепло. Пить, кушать, все у нее там было. И она лежала прямо вот на подушечку. Так легла, свернулась и спала все время. И дети телевизор сделали. Тихо, тихо, что вообще слышно не надо. Я говорю, тогда лучше уже вообще выключайте. Мы сейчас в зале спим, потому что жарко наверху. Один Слава наверху спит. Вот. И это, и потом Слава мы в 5 часов, в 4, в полпятого встали Славой. Потому что оба сегодня в 6 начинали работать. И она от этого, не было ее. Потом она опять пришла. И дети проснулись в 5 часов. Оделись и пошли к ней, вышли на улицу. И с ней, я потом сказала, я дала им деньги. Я говорю, пойдете, придете ко мне в магазин и купите еду. Сухой корм и мокрый корм. Короче, для маленькой кошечки. Ну, у нее она специально. И за мной приходит и говорит, мама, она соседке принадлежит. Говорит, соседка сегодня пришла и спросила, вы, говорит, не видели кошечку? Говорит, такая рыженькая, такая маленькая. Они так расстроились. Они думали, что если она никуда никому не принадлежит, то мы ее себе возьмем. Мы уже вот так договорились. Ну, короче, теперь она, она говорит, играйтесь, можете с ней играться. Все, говорит, просто ей, наверное, скучно. Она вообще, она не уходила. Она вот как, во сколько мы? Где-то в часов 7 или в 6 мы ее, она там у нас в огороде сзади бегала. И игралась. И в палатку забегала. Она такая игривая, прям игралась. И только к ней руку протянешь, она играется вот так вот. Такая, ну, такая хорошенькая кошечка. Сейчас она, наверное, там у нас до сих пор и есть. Я ее покажу, если она у нас есть. Ну, вроде он сказал, что эта соседка забрала и говорит, вы можете с ней играться. И говорит, дома скучно, видать, поэтому она у нас и уходить не хотела. Она вообще не уходила, ни разу не ушла. Все время пугливая и такая игривая очень. Ой, дети, так она это, наверное, придется все-таки. Они теперь нам покоя не дадут. Слава еще не знает. Слава говорит, ну все, говорит, они в отпуске в Турции будут только о ней думать. Ну, теперь они знают, что это у них. У нее есть хозяева. Немножко за мной расстроена пришел, но, говорит, она кушать и пить ей принесла, чтобы они ей дали. Посмотрим, что будет. Ну, пока она у нас. Сейчас посмотрим. Вот она, малюсенькая. Такая игривая, везде прыгает, везде своими лапками. Хорошенькая. Хорошенькая. Дум-дум-дум-дум-дум-дум. Меньше не зенкает. Луис, не хапки, Луис. Она сказала, что? Да, она вчера вон у нас там и шланг, и кабель лежит. И она все туда, все хотела руками. И, наверное, на телевизище прыгала. И не с кем играться, и скучно. Дети вчера, это она не уходила. Ага. Серьезно. Это не уходило. Мостаба. Нем-шнек. Нем-нем. Нем-нем. Вот мы уже все зашли, и она пришла, и лежит тут. Лежит тут, кушечка моя сладенькая. Обуви у нас тут море. Все раскидали вон на ней. Она сказала, что соседка сказала, что молочко с водой поставили. Но Луис говорит, что она воду только пьет. Корм там, ну-то уж поела уже. Так не знаем, как ее зовут. Луис, Сэмми, вася твити, вася? Да. Киса. Вася твити. Вася твити. Носик такой красненький. Капулечка. Твити. Какие не жарко, я не понимаю. Там жарища, ужасная духота. Как выходим, она играется, играется, потом бегает. Все заходим, она сидит. Как она теперь будет без нас? Она вообще туда домой с хозяйки не хочет. Пригрелась, лежит. Каделик не хев, тогда дай Каделик. Да, дров. У нас время уже полшестого вечера. И вот один чемодан почти готовый. Я стираю параллельно. Сейчас уже третья стирка достирывается, повешаю. Ну, сушится оно, конечно, моментально просто. Через 20 минут можно все снимать. Вот это наши. Наш славой будет этот чемодан. Это детский. Туда еще пойдет вот эта сумка для пляжа. И тут еще такой маленький чемоданчик. Там всякое. Всякое такое. Ну, косметика, там, солнцезащитные крема. Вот такое всякое, короче. Ну, все, что не одежда связано. Это вот такой маленький специальный медикамент. И вот это все лекарство. Вот. Это детский он еще вот. Ну, туда еще надо много что положить. И вот это наш. Там обувь и наши вещи. Так что вот. Ну, вот эти зубные щетки, паста. Это, конечно, самый последний момент я буду ложить. Здесь в эту сумку я бросила уже наши шати. Как их называют? Копальники, плавки. Так что вот так. Устала я. Мы еще слава ездили. Еще, короче, мы каждый день ездим. Что-то вспомнили, поехали. Так я, как я говорила и думала, так вот оно и есть. Завтра последний день. Хорошо еще завтра магазин открытый. Если вдруг опять что-то вспомним, что надо с собой брать. Что, ну, что нету, я имею ввиду. А так все, что еще рано ложить, я записываю себе на этот. На листочек себе записываю. Замученная она, нет. Я еще сегодня в воде даже не была. Уж пол шестого вечера. Сейчас пойду. Дома выглядит. Это ужас, что у нас дома выглядит. Все, бардак капитальный. О, кепки, вот, кепки. Увидала, надо сейчас сразу положить. Для этого себе панамку, а детям кепки. Ну, мальчишкам. Все, устала я. Ну, на сегодня, я думаю, хватит. Я уже почти все. Я говорю только такое, что еще, что нужно еще. Вот зубные щетки, пасты, вот эта косметика моя. Это я еще потом в самом конце положу. Поэтому я не закрываю чемодан. Что хорошо, я не знаю, говорила или нет. Мы в Гамбург едем один день, два пораньше, как я вот говорила. И я цуфель, как бы это сказать на русском, случайно, случайно увидала, посмотрела что-то в интернете и смотрела там в аэропорту Гамбург. И там стояло, что именно наша авиалиния принимает чемодан уже вечер перед отлетом. Так что мы, слава богу, что мы летим уже, ой, летим. Едем один день раньше, в воскресенье мы утром поедем, там день проведем в Гамбурге. И отнесем вечером, или отвезем, или отнесем там совсем-совсем рядом аэропорт с гостиницей. Отнесем эти чемоданы уже, сдадим их вечером. Тогда утром вообще никаких проблем не будет. Приедем, машину сдадим, у нас ее заберут. И все. И уже чемоданы не надо сдавать. Так что, все идет по плану. Завтра мне еще надо будет рано утром сделать маме салат. Вчера я мало соль на огурчике сделала. Завтра с утра сделаю салат, потому что жарища невыносимая. Сегодня 38 градусов было. С ума сойти. И это... Сделаю салат ей утром фунчозу и отвезу. Она к обеду детей... Не детей, а гостей ждет. Так что, вот такие дела. Все, на сегодня хватит. Я устала. Я работала. Пришла, сразу переоделась. И сразу давай паковать, паковать, паковать. Потом так спина разболелась. Я легла отдохнуть. Думаю, 2 часа есть, пока Слава придет. А он пришел на час раньше. И это... И потом пообедали. Он отдохнул. Поехали в магазин. Приехали и опять паковать, паковать, паковать. Он сейчас лежит, отдыхает. А я сейчас пойду в водичку, охлажусь. И все. И на сегодня хватит. И завтра у меня будет допаковать вещи вечером. Ой, ну завтра. И самое, что главная задача завтра, это у меня уборка. Генеральная уборка в доме. Вот. Сначала надо будет отвезти. Ну, может Слава отвезет к маме эти салаты. Посмотрим. А то к ней тоже на 5 минут не поедешь. А даже пока поболтаем, опять время пролететь. А завтра много надо. Слава на улице хочет все в порядок привезти. Чтоб когда приедем, подготовить там все. Чтоб все было нормально. А я в доме. Два этажа. Вверху и внизу. Все. Но настроение отлично. Хоть и устала ужасно, но отлично настроение. Так что до следующего видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok.